Василий Сочевка ученик Центра научного творчества наследники Ползунова, который находится на базе политеха, куда и собирается поступать Василий. До последнего звонка осталось всего ничего. Впереди ЕГЭ по математике, информатике и русскому языку, чтобы поступить на приборостроение. Сейчас все меньше людей видят смысл в высшем образовании, просто потому что диплом сейчас не самое главное, важны навыки. А навыки как раз даются в средних профессиональных учреждениях. В прошлом году в политех поступило почти 2500 студентов. В университете говорят, каждая приемная кампания не похожа на другую. В этом году в УЗИ будет почти на 150 бюджетных мест больше, чем в прошлые годы. Бесплатно сможет поступить почти 1900 студентов, если считать вместе с филиалами политеха. А вот цены за обучение поднимутся в среднем на 10 тысяч. Есть и еще один важный пункт приемной кампании этого года. По техническим направлениям, если раньше третий предмет по выбору был ограничен либо физикой, либо информатикой, в настоящий момент планируется добавить помимо этих предметов еще химию и иностранный язык. Если говорить об Институте биотехнологии, пищевой и химической инженерии, то там еще, помимо прочего, доступна возможность сдачи биологии. У вас в классе многие собираются сдавать физику? Такие люди есть. Не то чтобы их много, но они есть. Но это прям какие-то единицы? Да, потому что предмет сложный сам в себе и на ЕГЭ очень большой фактор случайности. К приемной кампании уже вовсю готовятся и в педагогическом университете. Количество бюджетных мест здесь тоже увеличат и тоже на 150 человек. В учреждении подготовили для абитуриентов много новых специальностей. Традиционно ждут высокий спрос на лингвистику и спортфак. Кстати, у будущих студентов по-прежнему есть возможность подавать документы через почту и портал госуслуги. Чаще такой возможности пользуются абитуриенты из других регионов. Наши люди в основном стараются приехать. Ну вот почему-то такой менталитет, у нас стереотип. Маме проще поговорить, увидеть, так скажем, глаза в глаза. У нас вот с этим дистантом увеличилось количество людей из других регионов. Это дало существенный такой скачок, особенно Кемерово, Новосибирская область. Но у нас есть случаи, когда у нас из соседнего дома на молодежный подают онлайн и сдают экзамен. Но это право поступающих. У школьников, которым вот-вот придется сделать главный выбор в своей жизни, остается все меньше времени на подготовку. Ведь уже совсем скоро вузы Алтайского края начнут нешуточную борьбу за мозги лучших абитуриентов региона. Ирина Корчегина, Александр Антропов, Алексей Фризин. День с толком.